МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако, невзирая на то, что это худший показатель за более чем два года, экономисты уверены в экономическом успехе Польши. Deutsche Bank считает, что макроэкономические прогнозы по Польше остаются рабастными, то есть устойчивыми. Аналитики апеллируют к высокой деловой активности в промышленном секторе страны, близкой к рекордному уровню безработицы и росту заработных плат. На втором месте недооцененных валют оказалась японская иена. На третьем – шведская крона. На четвертом – венгерский форент. Замыкает пятерку южноафриканский ранд. Самой дорогой валютой признан гонконгский доллар. На втором месте – австралийский доллар. На третьем – китайский юань. На четвертом – сингапурский доллар. Замыкает пятерку швейцарский франк. Президент Перу Ольян Таумала объявил 60-дневный период чрезвычайного положения в нескольких провинциях страны. По его словам, нелегальные добытчики золота загрязнили окружающую среду огромным количеством ртути. Кроме того, они уничтожили более 100 тысяч гектаров джунглей. Во-первых, мы должны начать контролировать незаконную добычу. Во-вторых, ликвидировать её. В-третьих, позаботиться о людях и их здоровье, говорит президент. Нелегальные добытчики применяют ртуть, чтобы отделить золото от руды. Часто они не используют никакой специальной одежды или респираторов. В результате в их организме накапливается опасное количество токсичного металла. При этом отработанное вещество они просто выбрасывают. По данным властей Перу, за год в воды Амазонки и её притоков попадает более 40 тонн ртути. Это ставит под угрозу местное население, основная часть рациона которого – речная рыба. Правительство планирует снабжать жителей привозными незагрязнёнными продуктами, а также обустроить несколько передвижных госпиталей. Сын Михаила Боярского, Сергей Боярский, победил на выборах кандидата в Госдуму от партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Боярский старший утверждает, что его сыну никто не помогал и едва шевеля усами заявил, «Сергей, ты молодец! Без всякой посторонней помощи, своими собственными плечами, своей волей и собственным умом добился лидерства в списках избирателей. Это очень приятная весть для меня». Актёр подчеркнул, что, став депутатом Госдумы, его сын принесёт пользу Санкт-Петербургу, добавив, что семья будет всячески этому способствовать. Ранее Сергей Боярский уже пытался стать депутатом. В 2011 году он баллотировался в Законодательное собрание Петербурга от 44 территории Приморского района, но не прошёл. Задолго до политических амбиций Безусый Боярский, так же, как и отец, пробовал себя и в кино. Он сыграл в двух фильмах «Букет мимозы и другие цветы» и «Мушкетёры. 20 лет спустя». Дерзал и в музыке, но с пением тоже не сложилось. Тогда Сергей Боярский ушёл в банковскую сферу, после чего стал советником губернатора Санкт-Петербурга. И снова поворот. Спустя год он возглавил телеканал «Санкт-Петербург». Впрочем, и с журналистикой Сергей тоже завязал. И по стопам других российских артистов и спортсменов ушёл в политику. В Риме открылась выставка работ британского уличного художника Бэнкси. Организаторы уже назвали её первой в своём роде. Бэнкси известен тем, что так и не раскрыл свою личность, а также своими ироничными скульптурами и эпиграммами, которые так высоко ценят сейчас в мире искусства, которые он как раз и высмеивает. На выставке покажет около 150 работ художника из частных коллекций. Кураторы выставки рассказали, что коллекционеры покупали известнейшие изображения Бэнкси, когда художник сам выставлял их на продажу по всему миру. Самое знаменитое из них — это рисунки протестующих и маленькой девочки, которая держит воздушный шарик в форме сердца. Изюминка этого собрания в том, что это первая независимая музейная выставка, особенно если учитывать её масштабы. Это вообще первый раз, когда независимый общественный музей был достаточно смелым, чтобы организовать подобную выставку. Эксперты предполагают, что Бэнкси родился в британском городе Бристоль в 1970-х годах. Ранее он организовал свои выставки благодаря перепискам с организаторами. Я думаю, что в этом есть своя романтика. Это как будто сказка с современным Робин Гудом. В этом есть определённое очарование. Но что более важно, это его работы. Они близки многим людям, потому что имеют чёткий и актуальный посыл. Как на меня, это очень умный подход. Ранее Бэнкси уже открыл свой собственный парк развлечений «Дисмоланд», который стал своеобразной пародией на знаменитый Диснейленд, но с присущей художнику критикой общества, политиков и войн в мире. Премьеру фильма «Алиса в зазеркалье» в Голливуде в понедельник предваряло выступление «Пинг». Певица исполнила кавер-версию песни группы Jefferson Airplane «Белый кролик». Композиция вошла в саундтрек к новой картине. Вслед за этим на красную ковровую дорожку вышел актёрский состав. Джонни Депп, Саша Барон Коэн, Мия Васиковска и Энн Хэтэвэй. Режиссёр фильма «Алиса в стране чудес» Тим Бёртон на этот раз выступил в роли исполнительного продюсера, уступив своё кресло Джеймсу Бобину. «У каждого режиссёра свой подход к созданию фильма», — говорит Джонни Депп. «Это было очень смело со стороны Джеймса взять и сказать, «Окей, я возьму этот язык повествования, созданный Бёртоном, возьму этот видеоряд и добавлю к этому частичку себя». Это очень смело, учитывая, что режиссёром до тебя был такой человек, как Тим Бёртон. Но Джеймс отлично справился с этой работой. По сюжету, спустя несколько лет после событий, описанных в первом фильме по книжке Льюиса Кэрролла, «Алиса возвращается в волшебную страну, чтобы спасти безумного шляпника». Главную героиню вновь играет 26-летняя австралийская актриса Мия Васиковска. «Я думаю, она очень крутая и прекрасно знает, чего хочет. Алиса никому не позволяет поставить это под сомнение. Она боевая, фантастическая, и вообще я просто обожала эту роль». На российские экраны кинолента выходит 26 мая. Микки Маус, Дональд Дак, Бэмби, Белоснежка, Пиноккио – созданные Уолтом Диснеем персонажи – одни из самых узнаваемых в истории визуального искусства 20 века. Заслуги легендарного мультипликатора отмечены бесчисленным количеством наград, включая рекордные 26 статуэток «Оскар». Галерея «Ван Иттен» в Лос-Анджелесе выставляет на аукцион более 700 предметов из личного архива Уолта Диснея. Наброски, плакаты, нотные записи и первые куклы, изображающие героев мультфильмов. Самая ценная из них – Микки Маус с автографом самого художника, рассказывает организатор торгов, коллекционер Майк Ван Иттен. «Одна из самых удивительных вещей – это кукла, из самых первых сделанных в виде персонажей. Уолт Дисней дарил такие людям, приходившим на студию. Конкретно этого Микки он преподнёс женщине, которая управляла машиной скорой помощи в 1917 году, во время Первой мировой. Она была его близкой подругой». За плюшевого Микки организаторы планируют выручить до 80 тысяч долларов. Среди лотов – мебель из кабинета мультипликатора. Например, стол, за которым он придумывал своих персонажей. Именно отсюда и выросла огромная империя Уолт Дисней Компани. Уже почти сто лет она создаёт самые популярные мультфильмы, киноленты и передачи для детей. «Этот аукцион – такая история студии Дисней. Не только мультики сделали имя компании. Её успех во многом и сопутствующие товары. Игрушки в виде персонажей сделали Дисней тем, что он есть. Это мы и хотим показать». Общая цена лотов, по оценкам организаторов, может достигнуть трёх миллионов. Торги намечены на июнь. Учёные-инженеры из США разработали так называемую капсулу выживания, способную спасти человека от любого рода катастроф, начиная от наводнений и заканчивая землетрясениями и цунами. Шаровидный бункер, по словам его разработчиков, имеет автономную подачу воздуха и может передвигаться по воде. Капсула может быть рассчитана как на одного, так и на нескольких пассажиров. Устройство не реагирует на температурные изменения, столкновения с другими объектами и какие-либо другие внешние факторы. Единственным недостатком капсулы является то, что она может не подойти людям, страдающим клаустрофобией. Капсула похожа на гигантский футбольный мяч. Интересная деталь конструкции – это два небольших по размерам окна, которые позволяют её пассажирам наблюдать за происходящим вокруг. Оно также имеет внутреннее освещение, резервуар для хранения воды, устройство для подачи воздуха, встроенный GPS-навигатор и безопасные сидения со специальными ремнями безопасности. Британская королевская семья приехала в лондонский район Челси на ежегодную выставку цветов. Елизавета II прогуливалась по оранжерее в наряде от своего личного дизайнера Анджелы Келли с небольшим букетом – подарком организаторов. Владельцы цветника многие экспонаты, представленные в этом сезоне, посвятили юбилею королевы. В честь её 90-летия флористы создали цветочную арку высотой почти 6,5 метров. По стенам оранжереи развесили огромные фотографии 1949 года. Тогда принцесса Лилибет, ещё до того, как стать Её Величеством Елизаветой II, также посещала Челси. Королеву сопровождали герцог Кембриджский, супруга Кейт и принц Гарри. В честь праздника цветов герцогиня выбрала ярко-зелёное платье работы уроженки Челси дизайнера Кэтрин Уокер. Королевская выставка цветов проводится в Челси с 1913-го. Это одно из важнейших событий в светской жизни британского высшего общества. Оно отмечает начало летнего сезона – пикников, скачек и загородных прогулок.